Добрый вечер, уважаемые зрители! Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем серию наших передач о поддетях от 7 до 14 лет. Если вы помните, кто нас смотрел, мы говорили о развитии ребенка в плане физиологии, о том, как правильно питаться, о том, как правильно спать, как правильно двигаться. Сегодня же мы хотим поговорить о психологии, о психическом развитии наших детей. Здесь, конечно, без специалиста мы не смогли обойтись и пригласили в нашу студию Юлию Владимировну Кладову. Не могли бы вы сами представиться, чем вы занимаетесь? Ну, во-первых, спасибо большое за приглашение. Очень приятно сегодня быть здесь. Как уже наша ведущая сказала, меня зовут Кладова Юлия Владимировна. Я практикующий психолог медицинского центра «Детский доктор». Работаю я в психотерапевтическо-ориентированном направлении уже больше 10 лет. Работаю со взрослыми и с детьми. Да, мне это знакомо, потому что мы очень хорошо знакомы с Юлией Владимировной, потому что мы ходили на занятия, и я до сих пор вспоминаю об этих занятиях. И, конечно, очень многие вещи с нами так и остались. Вот я говорю о занятиях с детьми, с маленькими, да? Это от года до трех. Да, от года до трех. Тоддерские группы. Я вот очень рекомендую вам обратиться к этим практикам и в интернете просто посмотреть. Возможно, многим из вас будет интересно. Да, группы действительно очень хорошие. Они помогают прежде всего маме, да? Потому что чаще всего у нас речь идет про развивающие какие-то занятия, да? Ребенку от года до трех основная задача психического развития заключается в том, чтобы отделиться психически от мамы. И, конечно, маме будет и ребенку будет проще это сделать, если они знают какие-то особенности психического развития ребенка этого возраста. И, соответственно, группы помогают справиться и маме, и ребенку. И, кроме того, для мамы это очень такая мощная поддержка. Для детей это игра в свободном стиле, да, которая учитывает особенности развития ребенка. А для мамы это поддержка со стороны психологических психологов, которые отвечают на те вопросы, с которыми мама приходит. Да, ну это было очень интересно. И это основа всех отношений наших с детьми дальше. Но сегодня мы поговорим о детях от 7 до 14 лет. Ну такой особый возраст, да, когда дети идут в школу и как бы начинают там учиться начальные классы, потом там среднее звено. И очень, я думаю, многие родители в это время как-то выдыхают, что ли, да, потому что там с маленькими детьми бегали, да, что же там с ней делать в садике, там читали какие-то умные книги. И вот сейчас я научусь, чтобы он был весь такой развитый и не повредить его, и чтобы травм никаких не было психических, да. А потом ребёнок идёт в школу, и про красный флаг, мне кажется, вывешиваются уроки школы, уроки школы оценки. Может быть, я не права, потому что, я думаю, вы каждый день сталкиваетесь с родителями и их проблемами, проблемами детей. С чем вот люди приходят к вам в рамках этого возраста? Конечно, у всех детей всё по-разному, потому что нельзя не учитывать индивидуальное развитие ребёнка, да, но прежде всего это, конечно, действительно школа, она вызывает много напряжения не только у детей, но и у родителей, да. И, конечно, здесь всё зависит от того, насколько ребёнок был готов, да, и в психологии есть такое понятие, психологическая готовность ребёнка к школьному обучению. У нас в обществе как-то больше принято говорить о интеллектуальной готовности ребёнка. Да, о всеской, да, о всеской подзвивашек всяких, карточки в год уже, да, вот так давай будем учить. Да, но здесь на самом деле намного важнее, да, чтобы ребёнок была сформирована так называемая личностная готовность, да, и это как раз желание и стремление ребёнка учиться. Да, а вот именно таким главным формированием этой личностной готовности является внутренняя позиция школьника. Это когда ребёнок говорит «я хочу учиться», да, то есть желание и стремление. Ну, это говорит о том, что он не готов, вот именно в личностном плане, да, поэтому вообще вот эта внутренняя позиция школьника, да, она формируется на протяжении всего дошкольного возраста, да, но мне сегодня всё-таки ещё хочется сказать про другой момент, про который, возможно, родители упускают этот, да. Очень часто родители приходят, да, в свои лета, превращаются с тем, что у ребёнка очень сильные перепады настроения, да, что он может с чем-то не справляться, что он, например, начинает обесценивать там свои игрушки, бросает. Вчера спал с этой игрушкой, да, сегодня он её выбросил, она ему как будто не нужна. И многие связывают это с тем, что он не справляется в школе. Но на самом деле, если мы берём психическое развитие, то, да, здесь, ну куда без кризиса, и здесь так называемый кризис 7 лет. Когда у ребёнка, да, есть уже потребность в какой-то взрослой деятельности, которая будет удовлетворять не только родителей, но и его самого. Да, совершенно верно, ему хочется пойти в школу, да, но при этом у него ещё, да, идёт такой переход от игровой деятельности, которая не может удовлетворить эти потребности, да, именно к учебной деятельности. И вот в этом заключается вот такая сложность, да, вот этого перехода, когда есть желание и стремление делать что-то новое, да, а пока возможностей пока нет. И это тоже вызывает напряжение. Кроме того, да, ещё идёт формирование так называемого социального «я», когда ребёнок хочет занимать более какое-то взрослое положение, как мы сказали, заниматься какой-то взрослой деятельностью, да, и мы забываем о том, что в этом возрасте идёт формирование самооценки. И здесь тогда очень важно говорить о том, чтобы, да, родители не оценивали своих детей, потому что вот как раз это тот возраст, да, когда начинается, если вдруг что-то не получается, то я плохой, и, да, вот эти вот все трудности возникают. Поэтому здесь нужно очень... А что должны вот делать родители? Вот сели делать уроки. Ну, честно говоря, даже вот мы сейчас ходим на подготовку и делаем уроки. Это прямо испытание такое. Я думаю, что-то здесь, что-то идёт не так, если это так напряжённо. Ну, прежде всего, да, нужно давать ребёнку реальность и говорить о том, что уроки – это вообще дву обязанностей, и нужно с ним сидеть рядом. Родители могут контролировать, они могут проверить потом, да, но они точно... Вы понимаете, помощь в уроках, она заключается не в том, чтобы сделать за тебя. Да. Я могу тебе помочь тогда, когда ты с чем-то не справляешься. Но за тебя я делать не буду. Ну, мне кажется, всё равно это просто вот у нас такая традиция, что ли, да? Ну, вот мы учились, этого не было. Сейчас есть эти родительские чаты, туда присылают домашние задания, и родители там бьются просто насмерть, как эти задания решать. Для меня это вообще шок. Я говорю, зачем вы это делаете? Отключите этот чат. Это чат детей там, они могут как-то, да, включить его, чтобы обмениваться чем-то. Ну, это очень странно, что родители вот как-то решают это. Боятся просто отпустить контроль, потому что если он не будет делать, дальше он ничего не поймёт и образуется снежный ком. Как вы в контроле свои ищете? Вот, очень интересный момент здесь. То есть, да, для того, чтобы ребёнок возрослел, ему нужно доверять. Для того, чтобы он научился брать ответственность за те решения, которые он принимает. А как он может это сделать, если родители без конца его контролируют? Если вся ответственность, грубо говоря, лежит на родителях. То есть, для того, чтобы ребёнок рос, ему нужно доверять. Верить в то, что он справится с этим. Да, если он справляется. Да, так тоже иногда бывает. Тогда нужно выяснять причину. Возможно, он просто не тянет ту школу, которую ему выбрали. Потому что, да, очень тяжело, например, учиться в математической школе, да, когда у тебя гуманитарный склад ума. И тогда, соответственно, да, мы исходим не из собственных амбиций при выборе школы, да, и не свои собственные какие-то потребности удовлетворяем, да, а исходим из способностей, прежде всего, ребёнка. Ну, здесь, мне кажется, тогда нужно вернуться ещё вот к тому, что вот мы о психологической готовности говорили, да. Вот, например, как мне узнать, что мой ребёнок готов к школе? Особенно вот, как бы, речь идёт о детях, которым нет 7 лет на момент сентября, да. Вот просто из своего опыта, да, вот тут вот двое детей у меня, одной 7 лет будет в августе, и прям, слава богу, никакой ответственности, родина зовёт, идём в школу. А второй дочери будет там 6 и 9 в сентябре, да, когда время придёт. И вот тут все говорят, ой, нет, рановато. Ну, ещё есть люди, которые говорят, да нет, класс даже в 6, прям в полную 6 хорошо тоже, чем раньше, тем лучше. Я волнуюсь, потому что она хорошо развита, да, тут вообще, да мне даже и не важно, умеет она там в 5 лет читать или писать, потому что, ну, реально этому очень, этому легко научиться. Ну, как узнать, вот человек готов или нет? Есть так называемая диагностика, готовность ребёнка к школьному обучению. Да, диагностика, ну, я делаю двух видов диагностики. Делаю экспресс-диагностику, ну, она делается очень быстро, буквально за 40-50 минут, да. Да, 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 там определённые методики, да, определённая методика, которую, там, я смотрю, насколько интеллектуально дети готовы, а есть более расширенная диагностика, да, так называемая комплексная диагностика готовности ребёнка к школьному обучению. И здесь уже берётся батарея методик, это где-то 10 методик, да, для того, чтобы вот диагностировать, насколько ребёнок готов в школе со всех точек зрения, да, и понятное дело, что это делается, там, ну, некоторые дети делают это 2 часа, кто-то за три, кто-то за четыре, да, ну, то есть здесь уже абсолютно индивидуальная такая... Ну, что-то пишут или это как игровая? Ну, в моём случае, да, у меня всё достаточно легко и просто с детьми, да, я ничем их не нагружаю и стараюсь подбирать такие методики, чтобы это было им интересно, да, но так как они стремятся быть взрослыми, они очень серьёзно к этому подходят и вообще, ну, большинство детей любят говорить про школу и, главное, про атрибуты школы, и, соответственно, да, когда идёт про диагностику, самое главное, что про диагностику проходила без родителей, потому что, как показана практика, с родителями они показывают результаты намного хуже, чем без них, да, поэтому, да, это нужно. Конечно, это и давление, это, наверное, определённое ожидание родителей, которые нагружают детей и дети это чувствуют, да, вот это их напряжение, и поэтому, конечно, я стараюсь, да, создать для детей комфортные условия и всегда прошу родителей, да, вот позаботиться о них и выйти. Выйдет, да, потому что всё-таки, да, детям так попроще. Вот вы знаете, ещё такой вот вопрос, мне очень интересно вам задать. Вот как-то у нас была программа, мы с Ольгой Васильевной говорили вы про отношения тоже вот с детьми до семи лет, и вот там прям была такая фраза, я её прям так вот очень сильно прочувствовала о том, что материнская любовь это та любовь, которая направлена на расставание. Мы должны, ну, учить как бы детей с настоятельности. Каждый день ты делаешь что-то для того, чтобы твой ребёнок от тебя отделялся и становился состоятельной единицей, так сказать, да? Ну, если я смогла бы объяснить, да? Да, да, да. То в итоге просто взрослый человек потом живёт без мамы, ну, с мамой общаются, естественно, да, но не так, что мам, а что мне делать, куда мне пойти работать и так далее. Вот, это прям прекрасно, я считаю, да, хорошая миссия у родителей, у мамы, но вот сейчас моей старшей дочери 6 лет в следующем году в школу, и я думаю, а как она же будет ходить когда-то, одна по улице, как мне вообще узнать, когда в 25 лет её одну туда отправить, или вот в 7 как-нибудь там уже можно. Вот как, вот, ну, знаете, как признаёшь, да, что ты взрослый, ты там справишься на улице сам, но улица это такой собирательный образ вот этого деления. Как почувствовать? Ну, да, вообще, как это делать? Ну, надо начинать доверять каких-то сначала более безопасных моментах, да, которые вы можете себе позволить, да. Я всегда родителям говорю, что детям 7 лет, да, им очень нравится делать какие-то взрослые дела, ходить с вами за покупками, да, там, выбирать, например, вы просите, пришли в магазин и просите его, там, да, сходить и выбрать молоко, которое он хочет, да, сделай сам, да, совершенно верно, потому что только через доверие можно, да, растить и психически ребёнка в том числе, да, если родители не доверяют, это, ну, это сложно. И в подростковом возрасте это может вылиться во что-то, может, что-то не очень приятное. Да, муд какой-то, да. Скажите, а ещё вот такой момент, ну, там, и до школы это присутствует всё, и после школы это о том, что вот есть дети, которые прям сразу видно, он вот очень любит рисовать, и прям вот прям талант у него, да, и там, ну, все, о, классно, известно, что он будет делать дальше, да, ну, там, становится художником или, там, выбирает какую-то профессию связанную с рисованием. А если вот, ну, большинство детей, мне кажется, вот, прям нет таких ярко выраженных интересов и талантов, да, ну, они всё равно есть у каждого. И вот как найти, как помочь ребёнку найти себя, да, то, что дело, которое ему именно нравится. Все водят детей постоянно там на всякие развивашки, да, ты и поёшь, и танцуешь, и что только не делаешь сейчас, и английский у тебя, и скрипка, и фортепиано. И, ну, ребёнок, он может просто уже это делать, делать, ну, мам, хочет, и я хожу, да. Ну, вот, как помочь ребёнку найти своё, именно то, что будет ему приносить удовольствие, ну, вот этот вот так называемый талант, да. Спрашивайте, интересоваться конкретно им. Ну, те, что он хочет. Ну, вот мои дети, например, мне нравится, ну, да, нравится, мне нравится петь, мне всё нравится. Нет, ну, расставляется на несколько приоритетов. И ходим везде. Здесь ещё один очень важный момент. Если мы говорим о том, да, что это какие-то серьёзные занятия, да, которые начинаются, например, про серьёзные занятия, я имею в виду спорт, спорт, вот я хотела сказать, это, да, дети занимаются там 4-5 раз в неделю, и в дошкольном возрасте, да, как бы они вот уже так занимаются, да, а потом им приходится это всё совмещать, например, со школой, да, где нагрузка с каждым годом увеличивается, количество тренировок, соответственно, тоже увеличивается, да, нагрузки увеличиваются, и как потом дети с этим справляться, ну, неизвестно. При этом, да, все кричат о том, что олимпийских чемпионов, они растить не собираются, когда зачем только тренироваться, да, если это для общего укрепления. То есть, опять же, здесь нужно исходить исключительно из желаний и пожеланий ребёнка, да. Самое часто, вот, много про это не скажем, потому что это и, с одной стороны, смешно, но с другой стороны, это очень плачевно в какой-то степени, потому что музыкальная школа, ну, это вообще, это просто, это какой-то, это какой-то, ну, я не знаю, бич, да. Я не против музыкальной школы, нет, ни в коем случае. Я очень приятно к этому отношусь, да, но только если ребёнок этого хочет, если он понимает, извините, да, ну, под то, что он подписывается под это, да, потому что потом, когда нагрузка увеличивается, это реально ещё одна школа, да, и детям, конечно, очень тяжело, и у меня очень много и взрослых клиентов, в том числе, которые потом говорят о том, что да, я закончила эту школу, но после окончания школы ни разу не сыграла на скрипке, да, и не села за фортопиано. То есть, да, тогда большой вопрос, зачем? Мама хотела чаще всего, да, кто-то для развития, говорит, что школы мало получаются, да. Ну, это другие способности, это может что-то там другое развивается. Ну, да, что-то другое, она значит развивается. Здесь ещё такой интересный момент, да, что, например, если в подростковом возрасте, да, ему хочется гулять, а вы его в школу, но я вообще не удивляюсь, когда они бросают, да, и они идут и гуляют с, да, со своими сверстниками, потому что для них это сейчас актуально, потому что сейчас для них это важно, это имеет самую огромную ценность, а не музыкальную школу, которую там когда-то захотели родители. Я ни в коем случае, да, я не уважаю мнение, мнение абсолютно, да, всех, и понятное дело, что в каждой семье всё индивидуально, и родители сами выбирают занятия для своих детей, да, но я просто призываю к тому, чтобы это всё-таки было с учётом мнений и желаний ребёнка, его собственных стремлений и, конечно же, способностей. У меня следующий вопрос как раз вот прям в тему. Обычно родители приходят там к психологу, ещё к каким-то специалистам по детям и говорят, у меня проблемы, вот он он там истерит, я не знаю, что мне делать, он там вот это там, я не знаю, волосы себя отрезал, вот у меня опять проблемы. А мне кажется, очень много проблем у детей со своими родителями, вот так вот, если бы мне такую сейчас сделали памятку, ну там, я не знаю, там 10, скажем так, проблем, которые у меня возникли с мамой и папой, чтобы дети сказали. Вот вы можете как бы стать их устами. Ой, я думаю, что здесь, да самое главное принимать ребёнка такого, как он есть. То есть меня не принимают? Да, меня не принимают, меня не понимают, меня не слышат, да, меня не любят, да, родители погружены в зомби-ящики, да, это вообще очень часто, когда родители, дети жалуются на то, что родители приходят, да, и начинают смотреть телевизор и при этом не обращают внимания. Есть, я совсем недавно просто, да, с этим столкнулась и сразу подумала о том, что обязательно об этом напишу в своей странице в Инстаграме, у меня есть аккаунт в Инстаграме, да, кто захочется, подпишется, кладывая ПСИ, и я стараюсь делиться полезной информацией. И вот как раз, да, у меня была идея рассказать о том, что, посчитайте, сколько слов, да, вы говорите ребёнку, когда вы смотрите телевизор, ну там, на полчаса, например. И сколько вы слов говорите, когда этот телевизор выключен. То есть, когда вот это эфирное время занято, вот эта механическая речь из телевизора, с ребёнком незачем общаться, и как будто не о чем. Ну, то есть, стоит выключить телевизор и обратить внимание на своего ребёнка и спросить, а чем ты хочешь, чтобы мы занялись? Вот у меня есть полчаса, да, хочешь поиграем, хочешь порисуем, хочешь аппликации. Так как я, да, так как я много играю с детьми на работе, я не очень люблю играть дома, да, но я это компенсирую за счёт, например, каких-то аппликаций, за счёт лепки, за счёт чего-то спокойного, что мы сидим и играем, да, и люблю играть в лего с ребёнком. Да, но опять же, здесь нужно найти что-то своё, потому что, ну, сейчас такое разнообразие всяких пособий, такое разнообразие, да, ну, очень много всего интересного, что интересно не только, например, детям, но и взрослым в том числе, да. В моём детстве не было такого потрясающего конструктора Леви, конечно, и с удовольствием в него играем. Ну, прекрасно, я только вчера его по всей квартире собирала. Нет, ну, это уже отдельная тема, да, а вот я про то, что сейчас очень много возможностей, с помощью которых можно взаимодействовать с ребёнком, но главное – желание родителей. Ну, всё упирается в общение, вот как ни крути, нет никакой опять волшебной таблетки. Нет волшебной таблетки, скажу даже больше. Общение – это что такое, да, это навык, на мой взгляд, это один из самых главных навыков, да, а любой навык нужно тренировать. Это то же самое, когда вы, там, тренируете навык вождения на машине. Что вы для этого делаете? Вы приходите на автодром, там, да, я не знаю, сто раз, перед тем, как вы едете в ГАИ, вы тренируетесь. Что у вас говорят, надо что-то сделать, чтобы хорошо об этом получилось. Вот не знаю, сколько нужно раз, много однозначно, да. То же самое с общением. Если вы хотите, ну, да, качественного общения со своим ребёнком, то как минимум это нужно тренировать. Это очень сложно, особенно, да, если, допустим, у родителей, ну, как бы, не было своего собственного, да, не было своего собственного опыта общения со своими родителями, да. И, конечно, это тогда сложно сделать, но всему можно учиться. Вы знаете, как бы следующий такой момент, который я хотела бы с вами обсудить, вот, это подростки, да, вот, 12 лет, это уже будут у нас подростки, да, вот они там в школу пришли, поучились и потом превращаются в этих вот, ну, мы говорим слово подростки и подразумеваем вот этих каких-то монстров, которые прям были нормальные, пушистые, дети отличные, отличные, а потом раз и монстры. Это просто я вот очень часто стала с этим сталкиваться, ой, как хорошо вот дети там, что-то такое, ля-ля-ля. А мне говорят, не, ну, сейчас подожди, они сейчас вот в переходный возраст этот подростковый впадет, тогда ты поймёшь, как это всё ужасно и сложно. Я прям жду и волнуюсь, вот, в школу жду и волнуюсь, потому что просто очень много негативной информации, да, вот про эти все уроки, и вот подростковый возраст, и есть он или нет? Нет, ну, конечно, подростковый возраст он. Нет, и у них так он как-то прям слабенько проявляется, у других прям осень как-то прям теряется. Вик, ну, если вы помните, мы как раз в Тодверской группе говорили о том, что, да, кризис трёх лет, да, и отделение от мамы напрямую зависит с подростковым возрастом, да, и чем ярче было отделение в три года, тем спокойнее будет, да, проходить кризис подросткового возраста. А если вот ребёнок темпераментный, например, он всегда буйный, ну, то есть в своих реакциях, эмоциях? Самое главное, о чём говорят подростки, когда приходят ко мне на консультацию, они говорят о том, что их никто не слышит, что никто их не понимает, потому что родителям очень сложно, да, ну, буквально вчера он был там ребёнком, да, сейчас он претендует на взрослость, да, и, соответственно, родителям тоже нужно какое-то время для того, чтобы это принять. Но только доброжелательное отношение к ребёнку, только, да, момент, когда вы понимаете, слышите его, прислушиваетесь, да, потому что очень часто родители, ну, к сожалению, в монологии со своим ребёнком, да, есть, ну, как будто их мнение неправильное, но дети, на самом деле, да, в подростковом возрасте, они очень умные, и иногда они говорят такие вещи, ну, до которых, там, родители, ну, по каким-то причинам не могут, там, додуматься, да, и есть смысл к ним прислушиваться, да, и понятное дело, что это всё очень, ну, усложняется тем, что подростки в этом возрасте, они находятся в поиске себя, да, и поэтому отсюда, там, вот эти вот громкая музыка, да, они пытаются, пытаются найти себя, к тому же, очень важный момент, что с точки зрения физиологии, да, ну, мы все знаем, да, про те гормональные изменения, которые происходят, да, и плюс ещё очень сильно меняется тело ребёнка, да, то есть, там, у девочки появляется грудь, да, у них появляются вторичные половые признаки, и понятное дело, что немногие, да, там, дети могут это принять в себе, там, да, у мальчишек тоже, там, свои особенности, да, и в моем случае, ну, была такая практика, да, когда мальчик бегал марафонный и, в принципе, да, был в этом отличником, а потом в какой-то момент он очень резко вырастает, и ему настолько тяжело, что вот он даже ноги вот просто тащит за собой, и уже, понятное дело, бегать не может, да, и родители пришли вообще за окружением с тем, что он день и ночь стоит около зеркала и любуется совой, да, хотя на самом деле здесь абсолютно не про любование, здесь правда, что ребенок, ну, вот он таким образом изучает себя, пытается узнать вот это чужое тело через зеркало, да, потому что, ну, детям действительно очень тяжело принять те изменения, которые с ним происходят, и подросткового возраста он тяжелый, и, да, не только для родителей, для детей в том числе, к тому же, да, они не чувствуют того, что происходит с их телом с точки зрения, то есть, есть фантазия, что если я набрежу тело, то со мной ничего не случится, поэтому, да, любые суицидальные мысли, нет у них этого опыта, там нет вот этой связки, да, и поэтому любые суицидальные, с любыми суицидальными мыслями, ну, конечно, нужно обращаться уже к психиатру, да, и ни в коем случае нужно тянуться этим. Да, это прям, ну, вот, все равно. Ну, с одной стороны это страшно, с другой стороны об этом нужно знать, потому что, когда ты об этом знаешь, ты знаешь, да, что предпринять в этой опасной ситуации, да, это, прежде всего, я сейчас обращаюсь к родителям, да, потому что в этом случае, да, ну, психолог уже не может помочь, да, здесь уже нужно. Ну, как бы, вот этого страшного, так сказать, слова бояться тоже не надо. Вот все упирается всегда вот в эти вот, вроде бы, элементарные вещи, которые очень многие игнорируют, что нужно общаться и нужно быть в диалоге, да, вот то же самое, вот как мы уже с Николаем Васильевичем, нужно есть полезную еду, хотя бы просто нормальную еду. Люди не слышат, они говорят, что вы там что-то там сказали, это все знают, а что сделать так, чтобы вот у меня было вот там тело здоровое, нужно есть полезную еду. Да. Точно так же. Точно так же.